Какую память о себе мы оставим будущим поколениям? Этот риторический вопрос задает себе человечество на протяжении всей своей истории. Монументы, дворцы и мусор. Нас сегодня на планете Земля миллиарды, и каждый волей и неволей превращает нашу планету в огромную мусорку. Конечно, для России с ее бесконечными пространствами и безразмерными энергетическими ресурсами это, казалось бы, не проблема. И Россия, естественно, не Европа. Но продукты промышленной повседневной деятельности человека – это огромные энергетические ресурсы. Мы, естественно, этого не замечаем, но переработка отходов – это не только сбор высоколиквидного и такого прибыльного цветного, да и черного металла. Можно копнуть под глубже, и для этого необходимо включить умы ученых и инженерный корпус. Магнитогорская фирма «Подъемник», занимающаяся с момента основания вопросами промышленной безопасности, а это, естественно, деятельность, совмещающая и исследования и проекты, реконструкции, ремонта и усовершенствования зданий, кранов, гидравлических механизмов и конструкций, по сути, выходит за рамки бумажной работы. Это удел фирм других и разных. Эта фирма, обладающая собственной производственной базой, молодым и инициативным инженерным составом и глядящим будущее руководством, на свои деньги приобрела и запустила в работу цех поковки, опрессовки и обвязки стропального снаряжения и полностью сняла проблему изготовления гидрошлангов для любого оборудования, нужной потребителю конфигурации. Но главное, и это нужно говорить не без гордости, Это единственное предприятие Урала-Сибирского региона, реализовавшее идею переработки резины и автомобильных покрышек. И подчеркнем, сделала она это в самый проблематичный год в истории современной России. Утилизация автомобильной резины, по сути, это золотое дно. Это замкнутый энергетический цикл, на выходе которого получают годные продукции. Газ для внутренних нужных энергетики, металлолом для металлургии, жидкое топливо для потребителя и самое ценное – углерод. Если с газом и металлом все понятно, то жидкое топливо и углерод – это ценнейшие материалы. Для грамотного использования жидкого топлива фирмой Подъемник разработана специальная горелка, способная дожигать топливо в обыкновенных жидкостных котлах-обогревателях, продаваемых в розничной сети и установленных в сельских отельнях. Силами этой фирмы полностью переработать все свалки авторезины Урала, Заполярье и Поволжье. Заключая долговременные контракты по утилизации авторезины, муниципальное образование, предприятия получают возможность приобретать жидкое топливо для обогрева жилищного сектора и предприятий по льготной цене. И вот некоторые экономические показатели. Принувствие этого топлива и сконструированы форсунки перед мазутом. Цена вашей форсунки и цена форсунки, допустим, оригинальной германской. Оригинальную германскую форсунку мы привезем, разумеется, в евро. А евро сейчас немножко других денег стоит. Ну, на сегодняшний момент, по прошлому году, наш цех, он отапливался непосредственно германской форсункой, которая работала чисто на солярке. Она нам обошлась два года назад в 40 тысяч рублей. Наша форсунка, себестоимость, мы просчитали, она будет обходиться заказчику, если кто-то будет у нас заказывать такие форсунки, в пределах 15-20 тысяч, это в зависимости от мощности. Во-первых, здесь я бы хотел отметить отличающиеся возможности нашей форсунки. То есть зарубежная форсунка или аналог зарубежной форсунки, непосредственно, которая работает на топливе, на солярке, они, расход топлива у них в пределах от 3 до 4 литров. То есть это порядка, в сутки мы сжигаем порядка 100 литров. Вот, наша же форсунка работает где-то порядка вот 1,2-2,4, это за час. В сутки получается это где-то 30-40 литров. Но цена солярки и цена нашего печного топлива значительно отличается. Солярка на сегодняшний момент, если тонна, это стоит 20 тысяч рублей. Наше топливо стоит 8 тысяч рублей за тонну. И здесь, по-моему, экономику может любой просчитать, как это выгодно и как проще жить зимой с меньшими затратами. Если фирма Подъемник разработала и установила производство, способное очистить нашу территорию от самого проблемного мусора, авторезины, то из углерода можно делать и более выгодные промышленные материалы. Годные продукты, как то соломные фильтры автомобилей, угольные стержни атомных реакторов, щетки коллекторных электродвигателей, генераторов и промышленные алмазы. Эта продукция предлагается тем, кто понимает организация новых производств, глубокая модернизация предприятий, залог экономического будущего России. Но в планах фирмы Подъемник еще более глобальные перспективные направления. И тут надо понимать экономическую и экологическую выгоду Магнитогорска. Этот металлургический город располагается вдали от девственных уголков природы. И здесь на базе фирмы Подъемник можно организовать и переработку пластика и бумажных отходов. И здесь важно понимать, бумага, полностью ослужившая свой срок, ранее неоднократно переработанная, может быть прекрасным материалом для газогенератора. И газ от пиролизной переработки послужит для вырабатывания электроэнергии и прогрева печей для плавки пластмасс. Конечно, сегодня и сейчас гораздо проще и быстрее реализовать задуманное на базе уже обкатанного производства. И с точки зрения экологической безопасности и перспектив Поволжи, Урала и Сибири, этот проект можно считать ключевым. И реализовать его можно уже в следующем году. И для этого нет необходимости затрачивать колоссальные средства. Вложенные деньги, разумеется, принесут больший результат, чем закапывание миллиардов рублей в организацию свалок. Полностью реализовав данный проект, свалок неутилизируемых отходов в ближайшем будущем можно будет, кстати, полностью избежать. Конечно, для этого необходимы небольшие, по сути, финансовые влияния. И политическая воля, и желание, и научить, и заставить каждого жить грамотно, утилизируя продукты жизнедеятельности. Как это делает все развитое человечество. Металл отдельно, пластик отдельно, бумагу отдельно, и отдельно пищевые отходы. Но делать это необходимо, как и вернуть России голубые озера, чистый воздух и безупречную красоту великой державы.